рада видеть вас всех быть в доме божьем сегодня прекрасный весенний день да как не никогда тепло солнышко и когда солнышко и тепло не знаю мне особо особенно и такое всегда какое-то настроение когда солнце свет и тепло и мы сегодня поговорим немножечко слове божьем почитаем поразмышляем попросим чтобы бог у нас открывал наши сердца потому что он милостивый наш бог милостивый аминь наш бог благословенный бог он не просто милостивый написано в слове божьем он любит миловать он любит прощать он любит благословлять это его сердце это его характер давайте мы помолимся может спасибо тебе за то огромную привилегию быть в твоем присутствии спасибо что ты посещаешь нас приходишь прикасаешься приносишь свою жизнь приносишь свою любовь господь спасибо тебе спасибо за все спасибо за каждого человека которого ты привел сюда спасибо что ты вложил это желание ты дал это время ты дал силу ты дал жажду ты господи многим просто сегодня помог побороть какие-то вещи переступить что-то победить что-то и прийти сюда боже спасибо тебе что-то твоя милость это твоя помощь это твоя рука ведет нас в дом божий чтобы нам возрастать в твой образ и твой характер чтобы нам ходить в любви твоей и мы благодарны тебе что ты бог который любишь миловать прощать ты долготерпелив и ты много много милостью и нас восхищает твое сердце и пусть наши сердца будут сегодня открыты чтобы услышать тебя чтобы принять слово и исполнять его и пусть будет тебе вся слава тебе вся хвала пусть идет господи все что нам мешает пусть уйдет всякая суета тревога беспокойство пусть придет твой мир и покой в каждое сердце сейчас чтобы мы могли полностью сконцентрироваться на твоем слове на твоей истине спасибо драгоценный боже я даю себя в твои руки благодарю тебя что ты будешь касаться сердец людей будешь менять нас изнутри и ты поможешь нам увидеть тебя твое сердце еще больше еще шире еще глубже и весь народ да скажет аминь аминь бог прекрасный бог величественный я хочу сегодня поговорить знаете о чем моем сердце и сегодня огромное желание поговорить о терпении терпение может быть мы не так часто может любим об этом говорить но если поразмышлять и посмотреть то терпение это то что нам так очень сильно необходимо терпение есть одна из как бы характеристик господа терпение это плод духа давайте мы откроем исход 34 глава давайте с 5 стиха эта история когда господь призывает моисея на гору где он представляется пред господом и господь обновляет завет и смотрите что бог сказал и сошел господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя иеговы и прошел господь пред лицом его и возгласил господь господь бог человеколюбивый и милосердный долготерпеливый и многомилостивый и истинный сохраняющий милость в тысячи родов прощающий вину и преступления и грех но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов детях и в детях детей до 3 4 рода и моисей тотчас спал на землю и поклонился богу господь он человеколюбивый милосердный долготерпеливый многомилостивый и истинный он сохраняет милость но он также бог и строго взыскивающий он и благой но в господи как бы вся полнота и любовь и благость и строгость и святость и все это в нем и само слово терпение это если посмотреть что же означает вообще это слово да что такое слово терпение это способность человека находиться в каких-то трудных обстоятельствах что-то выдерживать в греческом переводе это слово переводится как выносливый стойкий сдержанный в других переводах есть это слово как мягкий терпеливый человек это мягкий умеющий владеть собой человек который способен владеть своими эмоциями это терпеливый человек и газ если посмотреть нашу жизни ну мир сегодня в мире не хватает нам терпения как мирским людям так и нам нам хочется все быстро сегодня век такой быстрой технологии чтобы поговорить с человеком все можно быстро если раньше нужно было потратить время силы чтобы прийти кому-то услышать кого-то увидеть до сегодня мы включили мобильные телефоны мы включили skype и мы быстро друг друга видим находим разговариваем сегодня очень быстро готовится до быстрая пища поставил и она уже готова готова мясо готова вермишель все очень как бы мы хотим очень быстро век такой быстрый и в этом с одной стороны может быть и хорошо но с другой стороны мы где-то потеряли эту учебу в терпении мы перестали быть это терпеливыми и слово божье говорит что торопливые он терпит лишение когда мы торопимся мы будем чего-то лишаться и терпение она необходимо нам ну давайте поразмышляем в чем вообще где нам она надо если так подумать то она нужно везде да скажите нужно терпение в семье чтобы строить отношения мужа женой нужно терпение аминь чтобы воспитывать деток нам нужно терпение аминь я буквально недавно у нас у меня ходит во второй класс и у нас ну уроки есть какие-то некоторые предметы которые как бы немножко трудно даются я себя просто словила на том что приходит какой-то момент вот я объясняю сыну и я понимаю что я раз объяснила второй раз он сделал все по-другому и я чувствую как у меня вот эти говорит было терпение было но но где-то уходит 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 я понимаю что во мне поднимается какое-то раздражение гнев и сейчас у меня есть выбор или взорваться до или пойти остыть и опять в терпении объяснять ему чтобы научить чему-то чтобы научить своих детей нам так нужно много терпения чтобы учителю преподавателю научить учеников студентам нужно терпение чтобы создать какой-то шедевр картину написать музыку нужно терпение кто учился вязать шить никто не научился этому за день день правда ездить на велосипеде водить машину готовить кушать да какие-то в служении какие-то вещи делать но не бывает вот так раз и все пришло это время это усердие и в этом всем нам нужно терпение аминь терпение нужно в отношении с друг другом это такая важная сфера где иногда нам может не нравится что-то в характере друг друга нам может что-то воистину быть неправильным каких-то вещах и ну как бы раздражает нас но это не дает нам право гневаться ссориться до ругаться бог хочет научить нас быть терпеливыми потому что он терпелив и вы знаете кто-то сказал что тест на любовь вообще это прощение и терпение если как бы себя испытать люблю ли я можно другой вопрос задать если у меня моей моей жизни научилась ли я прощать да и быть терпеливая и любовь слово божье говорит что любовь она долго терпит да она долго терпит терпеливый человек он действительно круток и мягок и нам приятно когда в любых на работе есть разные отношения разные ситуации нам так приятно иметь дело с людьми терпения когда нас могут выслушать понять когда же мы делаем ошибки нас могут не осудить но в крутости и терпение наставить и слово божье призывает павел призывал на чтобы мы в крутости и терпение наставляли друг друга в крутости и терпении не в злости не в гневе не в раздражении не в крике иногда нам кажется что крик это сила но на самом деле когда мы кричим злимся это правление нашей слабости не силы это показывает мне что я понимаю зои я слабая где-то ослабла если я начинаю раздражаться гневаться кричать злиться во мне это бурлит может это не выходит не выплескается сильно но это она подымается я понимаю что я ослабела и никогда иногда мы думаем то есть строгость да и крик это разные вещи можно быть строгим но мягким и смиренным и кротким но можно быть как бы кричать и в этом будет всегда поражение не будет созидания написано в слове божьем где ссоры они устройства все худое и бог почему-то особенно хочет научить на чтобы мы не ссорили чтобы мы научились быть несварливыми чтобы мы научились быть созидающими а для этого нужно много терпения много усердия научиться обуздывать свои уста научиться обуздывать свой язык это не так просто иногда так хочется что-то сказать да и ты терпел терпел и тут сказал и понимаешь зачем я это сказал если бы я сдержал свои уста не произошло то что произошло одно слово может сильно ранить одно слово может многое разрушить одно слово может просто разбить отношения доверия многие другие ситуации когда ну одно слово оно может быть даже решающим в твоей моей жизни сегодня многие люди владеют бизнесом владеют фирмами мы можем владеть ну дома мы может быть владельцем какого-то предприятия до служи служение у нас может быть мы можем чем-то владеть но кто к чему нас господь призывает это научиться владеть собой в слове божьем написано что долга терпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города представляете вдумайтесь в эти слова столько мудрости бог вложил и силы долго терпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города сколько войн произошло между государствами в семьях столько произошло каких-то столкновений до где люди не смогли просто сдержать свои уста просто уступить смириться отойти и произошли войны драки где люди погибали смерть за этим до следует сколько ситуаций на дорогах даже если взять простую обыденную жизнь человек торопится спешит он не может где-то потерпеть он идет на обгон не в нужное время да и он погибает еще кого-то за собой тянет то есть стара торопимся мы торопимся мы перестали знаете как бы ждать терпеть надо учиться этим вещам нам надо учиться этим вещам виакова написано давайте мы откроем 5 5 глава 9 11 стих и а кого 5 глава 10 11 стих в пример злострадания и долго долготерпения возьмите братья мои пророков которые говорили именем господним вот мы ублажаем тех которые терпели вы слышали о терпении иова и видели конец оного от господа ибо господь весьма милосерд и сострадателен мы знаем историю иова да все знаем все читали и здесь яков говорит что в пример возьмите и если выше немножечко брать 9 стих давайте не сетуйте братья друг на друга чтобы не быть осужденными вот судья стоит у дверей в пример злострадания и долготерпения возьмите пророков которые говорили именем господним мы ублажаем тех которые терпели вы слышали терпение иова и видели конец ибо господь весьма благ и милосерд я не знаю что ты проходишь сегодня в своей жизни может у тебя не такая ситуация как у иова может быть что-то по легче но для тебя это достаточная гора которую тебе нужно взять или достаточный груз который ты несешь и ты думаешь как это все куда куда это деть как это все пройти но вы знаете и ов что было в его сердце как трудно ему не было да он не похулил господа есть когда мы проходим испытания важно нам оставаться мы можем пройти достойно бога нам нужно оставаться в благодарным сердцем ему доверяя ему и действительно когда мы ваш в ожидании нужно терпение и слово боже говорит что если мы хотим получить обещанное от господа нам что нужно терпение терпение нужно нам чтобы исполнив волю божию получить обещанное так говорит писание иногда мы бога заставляем господь быстрее отвечая на мою молитву мы хотим управлять им мы хотим господь скорее быстрее сделать так как я хочу я уже не могу терпеть у меня уже как бы терпение заканчивается но я хочу вам сказать там где заканчивается терпение если мы доверяем богу откроется второе дыхание придет долго терпение я помню занималась плаванием и когда ты может быть кто спортсмен вы меня ну как бы поймете когда когда ты стартуешь есть такой момент ты только начал плыть у тебя много сил много энергии и ты это делаешь быстро но приходит такой момент когда тебе хочется сойти с дистанции когда хочется остановиться когда кажется остается совсем немножко совсем немножко и вот это терпение она заканчивается тебе очень трудно тебе очень плохо и хочется остановиться но всегда когда когда ты перебарывал это ты не сходил с дистанцией открыл как говорят в спорте открывается второе дыхание открывается второе дыхание я просто знаю что бог тебе даст второе дыхание может быть и сегодня вот ты уже на той грани, когда, кажется, я сейчас сойду с дистанции. Это не обязательно уйти от Господа. Сойти с дистанции – это можно в любой сфере, да? Может, ты в чём-то борешься, в чём-то молишься, в чём-то веришь, стоишь. И тебе кажется, сейчас я могу сойти с дистанции. Сейчас может всё остановиться в моей жизни. Не сдавайся. Господь поможет. Он даст тебе второе дыхание, откроются новые силы, придут новые возможности, придёт новое понимание, новые ведения. Ещё один такой пример, я так запомнила его, мне он понравился сильно. Когда-то давно мы ещё в Украине собирались, приезжал один проповедник, и он рассказал такую историю, которая была на самом деле. Были большие соревнования, и один мужчина, спортсмен, он участвовал, это была легкая атлетика, и он бежал, оставалось совсем немножко до финиша, и он порвал связку. Он упал и не мог, ну, ему оставалось совсем немножко. И он хотел всё-таки дойти до финиша, он начал, ну, как, ползти. И тут к нему подбегает какой-то старенький дедушка, берёт просто его, ну, как бы себе на плечи и тянет его до финиша. И потом узнали, что это был его отец. Это был его отец. Он помог ему, знаете, вроде доползти до финиша. Но очень важно, как бы, в спорте, да, когда ещё большие соревнования дойти, может, уже не так важен был результат, но нужно было добраться до этого финиша. И наш финиш с вами, драгоценный, это Царство Божие, да, это нам попасть в небеса, это действительно достичь, ну, сердца Господнего. Как Павел говорит, бегуни достигнули я, да, как и меня Господь достиг. То есть я буду идти, чтобы победить. И я знаю, что отец, даже если ты где-то что-то надорвал, порвал, и, может, ты лежишь, он подойдёт, он поднимет. Знаете, отец, он всегда поднимет. Отцовское сердце такое огромное, что оно всегда поднимает нас. Он поднимет тебя, и он поможет тебе дойти. В твоей семье, в твоих решениях, в твоих, просто в твоей вере дойти, дойти к его цели, к его обещаниям. Аминь. Аминь. Просто верь ему, доверяй ему. Это очень важно, доверять нашему Господу. Много в Библии, столько есть мест, где и во втором Петра написано, давайте мы сейчас откроем второе Петра. Многие люди почитают, как бы, говорят, Бог медлит. Говорят, Он придёт, а Он не приходит. Когда же Он придёт? И смотрите, что написано второе Петра с восьмого стиха. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают по медлениям, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это не медление, это не промедление, это не слабость. Многие говорят, да, Бог не придёт, столько обещал, не придёт. Почему не приходит? Почему долго терпит? Потому что любит нас и хочет, чтобы никто не погиб, но все спаслись. И поэтому Он долго терпит. Там, где есть любовь, там будет не просто терпение, там будет долго терпение. Если ты любишь своих родных, если ты любишь своих детей, если ты любишь своего мужа, жену, друзей своих, если ты будешь любить людей, у тебя будет долго терпение, потому что любовь, из любви вытекает долго терпение, любовь она долго терпит. Аминь. И Господь, Он не медлит, Он ожидает, Он еще трудится, Он еще на нас возлагает надежду и труд, что мы как соработники на Неве Его, что мы приблизим это время, но оно будет в Божьи сроки. И не нужно Бога никогда торопить, не торопите в своей жизни, Он знает, что вам надо, Он знает, что мне надо. Иногда мы что-то просим, а оно нам потом не во благо, а во вред, но Бог знает, что надо. Не спеши выходить замуж, не спеши что-то начинать, не спеши что-то делать, не дождавшись от Него ответа, от Него направления, от Него ведения. Нам нужно, чтобы услышать Бога, нам нужно научиться ожидать, чтобы услышать Его голос. Мы часто в молитве говорим Господу, говорим, говорим, и не хватает нам терпения, чтобы остановиться и подождать, и услышать, когда Он будет нам говорить, когда Он начнет нам служить. Мы торопимся, мы торопимся, и нам нужно остановиться в этой спешке, потому что в спешке можно многое прозевать, пробежать мимо чего-то, главного, ценного, что-то потерять. что-то не заметить вы согласны аминь есть много мест писания я немножко как бы зачитаю где говорится о терпении зачем нужно терпение написано на евреям 10 36 терпение нужно вам чтобы исполнить волю божью до получить обещанное что делает вообще терпение что производит притчи 15 18 вспыльчивый человек возбуждает раздор а терпеливый утешает распри если у тебя будет терпение ты будешь не тем кто возбуждает а к тем кто утешает тем кто погашает какие-то раздоры и распри нет места ссором у кого есть долготерпение написано что конец дела лучше начала его и терпеливый лучше высокомерного долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города там где это есть там будет мир мы все хотим жить в атмосфере мира там где мир там будет поко там наше сердце успокаивается и мы действительно можем созидать почему соломон не давид строил храм господен почему господь сказал ты не будешь строить потому что ты человек воинствующий но ты соломон ты будешь строить потому что там где если человек воинствующий ему трудно созидать и строить где много крови пролито там то есть господь господу трудно через тебя строить и поэтому стремись быть мир просто миролюбивым миротворцем человеком мира чтобы туда куда ты приходишь ты приносил мир туда куда ты приходишь ты приносил созидание там где ты живешь работаешь там где ты появляешься чтобы с твоего сердца мир исходил так мало в мире сейчас мира много беспокойства много войн и нам верующим людям нам нужно научиться принимать от господа этот мир потому что бог сказал я дал вам уже я дал вам мир не так как этот мир дают я вам дал свой совершенный мир и мы можем жить в мире собою с богом друг с другом но если я не буду в мире с ним не трудно быть в мире с собой а когда я не в мире с собой мне трудно быть еще с кем-то в мире потому все взаимосвязано и в этом во всем опять-таки играет роль терпения ну где же взять где же взять нам этого терпения да но я понимаю что мне нужно быть терпеливо терпеливым ногти его взять да ну где как она приходит как она может с этим родиться нужно было но я родился вот таким но вы знаете никто не рождается терпеливым слово божье говорит да мы можем быть кто-то более спокоен по характеру кто-то более такую может быть более такой живчик кто-то все как бы разные по характеру но терпение смотрите что слово божье говорит где она берется это иакова 1 глава 3 4 3 4 стих написано зная что испытание вашей веры до производит терпение терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка и говорит что мы с радостью должны до принимать различные испытания потому что испытание веры производят терпение оказывается терпение она производится она производится чем испытанием нашей веры другое место это римлянам 5 глава 3 4 написано так сейчас не не да правильно римлянам 5 глава 3 4 и не 7 только хвалимся но хвалимся и скорбями зная что о скорби происходит терпение от терпение опытность от опытности надежда и в другом переводе от терпения опытность опытность переводится как испытанный характер видите откуда происходит терпение скорбь да и скорби а скорби происходит терпение и поэтому радуйтесь думаешь ну чему же тут радоваться трудно мне в жизни тяжело вы знаете когда мы понимаем что из этого когда мы проходим испытания какие-то трудности когда через скорби проходим что вот это все родит нас до произведет в нас что-то ценное то что поможет нам войти в вечность что это в нас испытание веры и скорбь произведет терпение долготерпение а без этого написано что мы не можем спастись слово божие конкретно вред терпением спасайте души ваши слово божие конкретно говорит вам нужно терпение до чтобы претерпевши до конца спастись нужно претерпеть до конца и мы знаем что будут еще гонения будет много таких ситуаций мы сейчас живем во время благоприятные когда мы можем свободно проповедовать свободно собираться но не все люди сейчас это могут многие верующие они сегодня гонимы они сегодня за христа страдают и в этих страданиях скорбях производится в них терпение этот плод духа этот плод духа и это ценно и важное и вот этому мы радуемся что из наш характер от терпения приходит мой характер испытанный становится очищенный не может веточка принести плод если ее не очищают это больно но это благословение потом ведь приносит много плода не может женщина родить да как бы мы это время надо носит плод зачинает и рождает в муках это больно но потом радость огромная потому что долгожданная ребеночек долгожданная жизнь радость и не бойтесь скорби и не бойтесь испытаний если господь ведет а он поведет мы не сможем их обойти мы не змор не сможем как-то знаете нам нужно другие вещи обходить но испытание скорби мы пройдем этого не нужно бояться нам просто нужно пребывать в господи нам просто нужно пребывать его слове заботиться о том чтобы мой духовный человек он был напитан накормлен дух живущие по духу будут жить живущие по плоти погибнут умрут аминь а нам нужно и написано что дух и плоть они противятся все время друг другу идет эта война я запомнила на всю жизнь такой пример когда-то приводил один проповедник что выпустили двух собачек бои собачьи вы думаете какая собачка победит в бою подумайте как вы думаете какая собака победит в бою какая которую кормили представьте вот одну собаку не кормили голодная сил нету вы хорошо кормили тренировали и вот они выходят сражение побеждает кто кто накормлен кто подготовлен если я не кормлю свой дух если я не забочусь с моим духовном человеке не нахожу время чтобы напитываться словом божиим его присутствием чтобы применять это в своей жизни если я не нахожу на это время то когда придут испытания не придут и говорит ефесянам до павел что этот день злой придет но пусть он не не застанет нас врасплох нам нужно укрепляться господом могуществом силы его до быть вооружен быть во все оружие его чтобы у нас и щит веры и шлем спасения и обувь мира и меч духовный да все это было на нас и припоясаны бы через на наши были истинной чтобы мы были накормлены готовы и наш дубл сильный тогда когда плоть она она не сможет треб тебе диктовать что-то сегодня мы часто уступаем своей греховной плоти и она диктует она диктует она них она не те не терпит она нетерпелива она всегда требует она всегда недовольна она всегда ропщит наша греховная плоть она ничем не довольна но твой дух твой дух он всегда доволен господом твой мой дух он всегда находит утешение в боги и слово божье называет нашего бога богом терпение и утешение вы представляете бог терпения и утешения написано до управить сердца наши куда в любовь христову в любовь божью и в терпении христова в любовь божью и в терпение христова христос претерпел и он знает что ты сегодня проходишь но он претерпел больше чем мы когда-либо с вами будем терпеть согласитесь никто из нас не будет претерпевать то что претерпел христос никто он претерпел это за нас он претерпел и он смог это пройти потому что возлюбил нас он смог вестеть на кресте и говорить боже прости мне думая себе потому что думала о тебе обо мне потому что любил и он смог претерпеть и он показал нам вот этот пример и мы в нем его дух нас его жизнь в нас и не говори себе что ты не можешь находи просто время чтобы укореняться в нем слове в истине чтобы пропитываться словом когда тебе будет трудно ты вытащишь это слово и скажешь и будет победа а если ты туда ничего не положишь тебе не будет чего вытаскивать и говорить это важно быть в молитвенном состоянии слово говорит усердие не слабевай до духом пламене и господу служи молитве будь постоянен но в скорби будь что терпелив если в твоей жизни сегодня скорбь или испытания будь терпелив ты увидишь обещанное от господа ты увидишь благословение от господа ты увидишь то что бог обещал может не то как ты это рисовал это будет это придет как он хочет его время в его сроки и это принесет тебе радость и благодать аминь аминь когда мы в терпении терпеливый человек он живет по духу нетерпеливый он живет это проявление как бы плоти нашей и когда мы в раздражении в гневе да то мы будем находиться очень часто как бы в разрушении в депрессионном состоянии таком сердце наше будет ожесточаться но когда мы будем идти путем терпения это будет всегда созидание мы будем плоды приносить радость будем от этого переживать и господь он он воистину хочет научить нас этому хочет научить нас еще в слове написано в чем мы должны преуспевать очень часто нам хочется преуспевать каких-то материальных вещах земных и это неплохо но смотрите что говорит павел тимофею 1 тимофею 6 11 ты же человек божий убегай сего там выше немножко говорится то есть беззакония нечистоты убегай сего а преуспевая в чем в правде благочестие в вере любви терпение и кротости смотрите в чем надо преуспевать на в правде благочестие в вере любви терпение и кротости бог хочет чтобы мы в этом преуспевали чтобы этого было в нашей жизни все больше и больше как-то у шахматиста известного каспара да правильно спросили как ну вот как ты достиг вот вот этого вот этого победы как у тебя ну твой как бы ключик такое твоя формула знаете что он сказал что ему помогло вот прийти к победе это терпение потому что в шахматах тоже нужно ты можешь быстро походить и ты проиграл 1 1 и ты уже тебе надо это что говорит он сказал то что мне помогло это терпение это терпение то что тебе поможет это терпение и помню тоже когда занималась ну стрельбой стреляли и ты очень долго целися пока твоя мушка вот ну попадет я не знаю как это правильно назвать да там кружочек был и нужно было вот чтобы про правильно был диаметр папа и рука иногда дергается хочется раз нажать курок но ты понимаешь стоп рука дернулась еще что-то нужно было ожидание терпения чтобы выставить и вот нажать именно в то время чтобы было десяткой там где было проявлено терпение там как бы ты всегда где-то ты выбивал десятку но там где ты поторопился это всегда пуля улетала там 21 и в молоко попадала терпение поможет тебе попасть в десятку в любой сфере твоей жизни в любой сфере твоей жизни набери сегодня терпение у господа но нам нужно научиться у нашего господа аминь аминь и не хочется терпеть нужно вспомнить что бог так нам терпелив есть такие ситуации я не когда вас не да не заслуженно обижают может быть что-то проходите когда действительно и слова говорить если вас заслуженно да ну наказывает то но если вы за господа страдаете то бог это чтит это чтит и просто нужно вспоминать когда тебе кажется не хочу уже этого человека там не буду терпеть все все или какие-то отношения или еще что-то хочется там точку поставить вспомни как благ тебе господь а он-то тебя терпит а он долго терпит какие-то ошибки какие-то падения да мы встаем опять идем а он проявляет милость а он проявляет любовь и снисхождение к проступкам это делает нам честь и бог говорит научись этому я к тебе терпелив я тебя прощаю я тебя милую научись миловать других научись прощать других научились снисходить к проступкам других людей мы к себе бывает очень ну как да не такие требовательные как к другим ну что это мы это мы давайте мы еще прощем я кого пятую главу 7 стих смотрите что написано итак братья будьте долготерпеливы до пришествия господня ты можешь просить до каких пор не быть терпеливым конкретный ответ до пришествия господня да не до завтрашнего дня да не до 3 не до марта следующего года до пришествия господня все четко ясно написано до каких пор до пришествия господня вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго пока получит дождь ранний и поздний долго терпите и вы укрепите сердца ваши потому что пришествие господне приближается драгоценный она приближается и слово божие она как бы ободряет нас смотрите земледелец ждет драгоценного плода да и не бежит сразу посадил и не бежит не выкапывает но он ждет когда и дождь пойдет и ранний и поздний и поэтому господь говорит долго терпите вы укрепите сердца в нем укрепитесь в нем потому что пришествие господне она приближается давайте мы встанем и мы помолимся чтобы бог помог нам действительно научиться этому терпению у него проходить испытание скорби уповая на него и радость что произведется в нас вот это божий характер божья черта и никогда не забывает нам чтобы господь долго терпелив и нам нужно проявлять это долго терпение друг другу являть эту милость любовь и может быть сегодня в твоей жизни ты борешься с гневом с раздражением ты понимаешь что я тоже борюсь драгоценные у меня тоже бывают ситуации когда я понимаю господь мне так это надо мне нужно в этом измениться в этом я нетерпеливо в этом у меня не хватает любви в этом я не могу еще как-то быстро по-другому владеть собой отреагировать я учусь этим вещам как и вы я учусь и господь хочет помочь нам ты можешь сейчас можешь на месте молиться об этом можешь можешь выйти сюда молиться как как господь тебя поведет но проси его сейчас чтобы он помог тебе жить по духу чтобы он научил тебя жить по духу будем молиться чтобы бог научил нас приносить его плод плод духа не плод плоти аминь боже слава тебе слава тебе драгоценный ты бог многомилующий ты любишь миловать и прощать ты долготерпливы и ты так долго многих из нас проявлял терпение и павел апостол пишет что все христово все божьем долготерпение ты показал в нем для тех кто будут веровать и придут и мы смотря на его ситуацию на него как ты проявил показал все долготерпение боже как ты в нашей жизни все это показал мы хотим научиться тебя проявлять терпение друг другу проявлять милость друг другу проявлять терпение в любых ситуациях когда мы проходим испытания какие-то скорби помоги это делать в радости пусть произведется нас терпение пусть наша вера действительно будет испытана и оказываться окажется драгоценнее драгоценнее гибнущего золота боже ты знаешь что у нас еще не так где мы живем по плоти где мы даем место своей греховной плоти где наш дух где-то там сзади прости нас очисти нас я прошу тебя чтобы ты освободил просто людей господь сейчас прикоснулся к тем сердцам где где есть это не свобода где есть это гневливость где есть это ожесточение где есть это раздражение где человек не может владеть собой помоги помоги прийти господь приди дай свободу и боковоз иисус освободит кого сына освободи тут воистину свободен будет пусть сейчас придет твоя свобода в каждую жизнь каждое сердце и мы благодарим что принимая тебя принимая слово обновляя свой разум мы все более более будем преуспевать в кротости в смирении вере в любви в терпении спасибо господь спасибо господь за великую милость твою за великую благость твою за великое милосердие твоего мы благодарны тебе мы благодарны тебе научи нас ожидать тебя просто ожидать никуда не торопясь не спеша ждать твоей руки ждать твоего движения ждать твоего направления помоги выбирать всегда выбирать тебя господь не будет места никаким ссором раздором семьях наших церквях господь наших отношений да будет мир твой мир твой на созидание на будет понимание господь и долготерпение ко всем ты призываешь нас быть долготерпеливыми ко всем благослови нас пусть войдут всякие войны пусть утихнут всякие распри пусть каждый дом каждое сердце каждая церковь каждая ситуация боженька наполнится твоим миром и покоем твоей благостью господь во имя иисуса христа слава тебе и весь народ да скажет аминь пришествие господне приближается и будем терпеливы до до пришествия его пусть бог благослови всех аминь пришествия аминь пришествия аминь пришествия